всем привет посмотрите какая красотища у меня зацвела я уже показывала как она распускается в stories и я сняла таймлапс по этой красоточки даже получилось и конечно же название название в студию это лелия пурпурата моя любимая пурпуратушка и на бирочке написано от руки по моему если я сейчас не ошибаюсь как она была написана в прайсе это ордосия эстриата селф так как на бирочке опять-таки от руки некоторые буквы если не знать название заранее просто ввергают ступор и прочитать практически нереально но бирка биркой а пурпурата просто шикарнейшая просто красивейшая кстати простите меня пожалуйста если я какие-то названия называю неправильно я с удовольствием и с огромной благодарностью буду ждать исправления в комментариях кто знает вот точно как нужно вот да мне очень понравилось уже мне писали спасибо я благодарна за такие комментарии я себе на самом деле выписываю и очень стараюсь запомнить и произносить правильно вот что же давайте дальше об этой красотке а цвет у нее губы именно просто сумасшедший потому что в зависимости от освещения он у нее меняется от такого темного насыщенного фиолетового причем такого холодного фиолетового до вот такого вот интересного как будто бы серо-фиолетового то есть будто вот она серая как металл и есть такой фиолетовый оттенок очень интересно смотрится на самом деле и опять-таки в зависимости от цвета венозные этот рисунок видно то ярче то наоборот он сливается добавляя глубины цвету в общем честно очень интересно за ней наблюдать и под из-за того что она стриата у нее такие шикарные широкие и очень волнистые рюшистые лепестки они меня просто повергают в дикий восторг и так как я сейчас рисовать активно начала мне так нравится их рисовать передавать вот этот фактуру сложность ну не знаю вот это орхидея толкает меня не то чтобы изрисовать весь скетчбук только ней но я рисую не только целиком и букетами а и отдельно лепестки и вот я вам честно скажу ставите и перед собой рисуете поворачиваете чуть-чуть и уже совсем по-другому все это играется всем по-другому передается объем блин это очень очень крутая орха извините меня за это блин она реально очень крутая я от нее в восторге и еще у нее очень классный аромат у всех пурпурат действительно хороший вкусный аромат но я заметила что у разных пурпурат появляются таки немножко разные нотки в запахе и это красавица пахнет цветами немножко сладковатый запах и есть еще немножко как такая какая-то горчинка в запахе в какой-то момент и и улавливаешь и потом она теряется в общем честно запах сложный запах классный запах очень интересный и даже при том что я аллергик он меня вообще никак не раздражает он не удушающий он суперский и в принципе он чувствуется на достаточно большом расстоянии то есть я когда захожу на балкон я чувствую легкий такой аромат знаете а такой проходящий почувствовала и уже не чувствую и ты идешь и ищешь его и уже когда подходишь нюхаешь пахнет все равно приятно в нос не бьет поэтому для ценителей ароматов поставьте для себя на заметочку а у меня зацвела тремя цветочками было еще два но они испортились в чехле у меня был очень плотный чехол я его разрезала сверху ножницами несколько раз что я отрезаю а он цельный отрезаю еще раз он цельный наконец-то разрезала что появилась дырочка и они уже сами через нее пробивались но опять-таки это все произошло так быстро что я на утро вышла они как бы были еще в чехле а утром уже бутоны появились наружу и немножко чехол сдавил бутоны то есть у бутонов не получилось его разорвать как это обычно происходит потому что бутон был чехол был очень плотный и бутоны немножко деформировались я очень расстроилась я разорвала чехол и надеялась что бутоны восстановятся и не зря надеялась они действительно восстановились природа неимоверная они восстановились они набухли они раскрылись это было шикарно в общем ребятки орхидея просто замечательная до тетя лошадь до высокая до большая но она того стоит и вот эти вот светение особенно представляете когда такое с нескольких бульб это просто сказка поэтому не пожалейте для нее место купите себе хотя бы одну у них очень широкая гамма цветовой вариации губы можно найти на любой вкус и цвет буквально поэтому да лично я рекомендую как я могу не рекомендовать свою любимицу и смотрите на канале скоро появится обязательно таймлапс с ней не пропустите это событие этот таймлапс хотя что не пропустите я думаю он появится в один день вместе с этим роликом поэтому я надеюсь вы не пропустите я конечно же оставлю ссылочки на таймлапс в этом видео да посмотрите и заглядывайте в описание потому что там есть ссылочки на мои соцсети где вы сможете посмотреть кучу разных фотографий с этой красотой и почитать какую-то еще дополнительную информацию вообще много всего там выкладываю всем большое спасибо за просмотр всем солнечных дней теплых цветений пышных все я тут с ума уже сошла солнечных дней пышных цветений и пока пока я Продолжение следует...